Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я, ее ведущий, Тимофей Львутин. События четырехлетней давности оккупации Крыма Российской Федерации касаются не только правовых аспектов. До сих пор нерешенные вопросы остаются критическими как для Украины, так и для Польши, Европы и международного сообщества в целом. В Киеве состоялась дискуссия, организованная Польским институтом международных дел на тему «После бесправия. Окупация Крыма и его последствия для международного права и политики». О международном сотрудничестве в сфере защиты прав человека поговорим сегодня с доктором юридических наук, вице-президентом Украинской ассоциации международного права Ольгой Буткевич. Ольга, здравствуйте. Начнем со слов заместителя министра иностранных дел Украины Василия Бондаря. Он сообщил следующее, что не нужно разделять аннексию Крыма и следующую агрессию на Донбассе в два разных кейса. Это все является комплексной проблемой, поэтому нужно не только ввести политику непризнания аннексии Крыма, но и принимать меры, которые приведут к деоккупации. Как к этому относится международное экспертное сообщество? Безусловно, аннексия Крыма может быть рассмотрена как акт агрессии по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН об агрессии. Причем здесь не важен факт противодействия этой агрессии, военного либо какого-либо другого. Факт агрессии, он свидетельствует о том, что те события, которые были в Крыму в марте 2014 года, они составляют собой состав преступления агрессии по международному праву. И безусловно, это есть звенья одной цепи и агрессия, оккупация Крыма, аннексия Крыма и также оккупация части восточных областей Украины. Безусловно, международное право здесь реагирует в связке и, безусловно, рассматривает это как единое преступление. Важной является также проблема мотивации жителей оккупированных территорий, то есть это иметь желание быть гражданами Украины. Какие шаги предпринимает и должна предпринимать Украина для достижения именно этой цели? Сейчас, кроме непосредственно преступлений, оккупации, аннексии Крыма, агрессии против Украины, мы также видим и большую часть нарушений прав человека, в частности в Крыму. В Крыму эти нарушения можно разделить на два типа нарушений прав человека. Это как нарушение, скажем, статьи Европейской конвенции о правах человека, общих прав человека, незаконное задержание, незаконные аресты, незаконное лишение свободы и так дальше. Так и вторая часть, вторая категория этих преступлений. Это преступления, направленные против коренного народа Крыма. Это нарушение Европейской рамковой конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Это нарушение Декларации ООН о защите прав коренных народов. И в этом плане мы должны учитывать и подчеркивать ответственность Украины. Ответственность Украины за ту, которая прописана и в Конституции Украины, и ту, которую она взяла на себя по международным инструментам. Тем же Европейской конвенции и также другим защищать своих граждан и делать все возможное для прекращения нарушений прав человека, прав своих граждан. А все-таки независимо от того, что большая часть граждан Крыма, граждан, которые проживают в Крыму, вынуждены были принять российское гражданство, все-таки они остаются гражданами Украины. И в этом плане первые шаги сделаны, например, в рамках заявления Украины в исков Международный суд ООН. Давайте также обсудим в следующий момент санкции против российской агрессии, потому что Европа, а также и мировое сообщество, называют это основным инструментом давления на Российскую Федерацию. Барда Штыховский, заместитель министра иностранных дел Республики Польши, отметил, что санкции в отношении России не являются каким-то абсолютом. Нужно продумывать и другие возможности, как в случае улучшения ситуации, когда с российской стороны будут приняты меры для устранения нарушенных прав, так и в случае эскалации агрессии, поскольку просто санкции недостаточно при таких условиях. Какие, вы считаете, должны быть дополнительные меры помимо санкций? Дополнительные меры – это изучение международной судебной процедуры, это изучение возможностей привлечения России к ответственности через международную судебную процедуру. Возможно, через создание суда ЭТХОК, возможно, через создание гибридного суда, возможно, в рамках существующих судебных процедур, в частности, Международный криминальный суд и так далее. Вместе с тем, саму роль и ценность санкций я бы не преуменьшала, потому что очень часто возникает вопрос внеэффективности международного права вследствие того, что оно было нарушено. И более того, оно было нарушено в наиболее такой серьезный способ, и были нарушены базовые нормы международного права. Мы можем говорить сейчас о том, что Россия, совершив аннексию Крыма, прежде всего, она нарушила практически все существующие императивные принципы международного права, базовые, фундаментальные принципы, которые изложены в Декларации принципов. Вместе с тем, я бы не сказала, что это бессилие, либо неэффективность международного права, поскольку те же самые санкции, я возвращаюсь к ним, они свидетельствуют о том, что государство, несмотря на свои собственные интересы, несмотря на свои собственные экономические, торговые и так далее интересы, они пошли на эти санкции, они пошли на урезание торговых и экономических связей с Россией, что также и приносит государствам немало проблем в экономической сфере. Но ценность международного права, ценность принципов, которые были нарушены, здесь поставлены странами выше, чем даже национальные интересы. Ольга, возможно, вопрос покажется риторическим, но все же верят ли наши международные партнеры, то есть Европа, Штаты, в улучшение ситуации, в то, что Россия в ближайшее время пойдет на компромисс? Так, безусловно, безусловно, потому что тот процесс, который задействован в международных институциях сегодня, он дает основания думать именно об этом. Это и процесс в рамках Совета Европы, это процесс в рамках международного суда. Мы понимаем, какое влияние имеет та же Россия финансовая и политическая, но тем не менее не удается снять санкции в рамках Совета Европы. Но тем не менее не удалось повлиять в негативном плане на международный судон, поэтому через международную судебную администрационную процедуру, через международные организации этого возможно будет достичь. Более эффективными я здесь вижу организации международного гражданского общества и те организации, которые направлены на защиту прав человека. Это не сугубо межгосударственные организации, например, как институции, организации объединенных наций, а такие, как Совет Европы, как организации международного гражданского общества, организации международного сообщества. В связи с высылкой российских дипломатов странами мира, чего можно ожидать теперь от России? И является ли это инструментом давления и для решения украинского именно вопроса? Да, это, в принципе, это высылка российских дипломатов, это достаточно принятая в международных отношениях акция. Она производится в ответ на определенные действия страны, то есть ее нельзя рассматривать в качестве международных санкций. Это не есть санкции, но, тем не менее, это есть ответный мир. Это вот другая категория, которая включается тогда, когда между странами появляется, ну, не спор, но международная ситуация. Это немножко другая категория. Безусловно, эти санкции, они будут также и использованы для решения конфликта, который начала Россия в Украине, в том числе и вопроса Крыма и вопроса вооруженного конфликта на востоке Украины. Еще один аспект – это выборы президента России в Крыму. Каковы их юридические последствия и какими будут их правовые последствия? Безусловно, они не являются легитимными. Оккупационная власть не может проводить никаких собственных выборов на оккупированной территории. Это нарушение норм международного гуманитарного права и никакой юридической силы в этих выборах на территории Крыма не будет. Мы понимаем также, что процент голосов, которые в Крыму, он не влияет, в принципе, на конечный результат. Поэтому можно предполагать, что президент будет признан президентом, международным сообществом, но это станет еще одним аргументом для тех же международных организаций, я надеюсь, и Совета Европы, для продолжения и углубления санкций против России. Вы сказали президент, то есть станет президентом. То есть в истории мира были такие случаи, когда вот была вот такая спорная ситуация, и проводились выборы на аннексированной территории, и после этого президент становился президентом легитимным? Ну, во-первых, я бы не называла это спорной ситуацией. Спора, как такового, не существует. Существует нарушение, грубое нарушение норм международного права, и существует аннексия. Спор – это когда есть предмет спора, когда есть спорная территория. Спорной территории не существует. Есть территория Украины, которая временно оккупирована. В истории, да, такие прецеденты можно назвать, причем и в давней истории, но более отдаленной от нас. Но, тем не менее, мы не можем сейчас ожидать, скажем, непризнания этих выборов в целом. Но мы можем ожидать реакции международного сообщества и организации на проведение этих выборов непосредственно в Крыму, как прямое нарушение норм международного гуманитарного, в частности, права. Верховная Рада Украины признала противоправным голосование за президента Российской Федерации на территории аннексированного Крыма. Цитирую. Существенное ограничение избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах, Бюро по демократическим институтам и правам человека, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление свыше 1 миллиона голосов из временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажает результаты голосования на выборах президента РФ в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность, говорится сообщение. Это я к тому, что вы сказали, что в целом на все выборы в Российской Федерации это не влияет, а вот Верховная Рада говорит обратно, что влияет. Верховная Рада как раз и говорит о том, что выборы непосредственно в Крыму, они не могут быть в этой части, они не могут быть признаны. Нет, я вам повторю тогда цитату. Вот на выборах президента РФ в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность, то есть в целом выборы по всей территории Российской Федерации. Имеется в виду позиция Верховной Рады состоит в том, что нарушив в части проведения выборов в части Крыма, например, вот в этой части, нарушив нормы международного права в данном случае и незаконно проведя эти выборы, это может поставить по сомнению выборы в целом. Но опять-таки ответ в том будет, что мировое сообщество на это скорее не пойдет и будут выборы в целом признаны. Хотя и этот аргумент использоваться должен. Эмна Джапарова, заместитель министра информационной политики Украины, сообщила, что в операционном бюллетене связи, согласно которому присваиваются коды определенным странам, указано, что за Крымом определено код плюс 79. При этом они определяют, что Международный союз электросвязи не признает оккупации, определяет статус Крыма как украинской территории, но все равно вместе с тем определяет код плюс 79, который как принадлежащий Крыму и городу Севастополь. В позиции Украины такие коды не могут быть в таких документах. Сейчас МИД готовит ноту соответствующему департаменту. Мы надеемся, что эта нота все же выйдет в свет и будет передана в ООН. Какие шаги могут быть, какие могут быть последствия этого шага, какой будет процедура? Ну вот я не знала о том, что МИД готовит ноту. Это вот сегодня стало известно. Да, я не знала об этом. И сразу вот узнав о том, что присвоен код России, я сразу у меня был бы ответ о том, что здесь должна быть реакция нашего МИДа и реакция как раз вот в форме ноты. Я думаю, в дальнейшем эта нота будет озвучена, нота МИДа Украины. И в дальнейшем нужно ставить вопрос об отмене данных, присвоении данных кодов международным... А вот с правовой точки зрения Международный Союз электросвязи не признает оккупацией, признает Крым украинской территорией. Тем не менее, он ставит в графу кодов, телефонных кодов плюс 79. Это двойные стандарты какие-то? Нет, это нарушение со стороны Союза электросвязи, это нарушение непосредственно норм международного права. И Украина должна поставить вопрос о неправомерности такого решения. То есть мы это можем в дальнейшем использовать? Конечно, это должно быть использовано обязательно Украина. Ольга, спасибо большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию. А я напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» была доктор юридических наук, вице-президент Украинской ассоциации международного права Ольга Буткевич. Меня зовут Тимофей Львутин. До встречи на телеканале ЮА-ТВ.